приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про день рождения мир танков 2024 есть две вещи о которых хочется поговорить во-первых замечательный праздничный салат так называется пачка заданий на день рождения и что-то этот салат какой-то уж больно тяжелый за 4 часа игры из 8 заданий я прошел только 5 3 задания я не доделал да там осталось не так много еще нужно один раз попасть в топ-3 по опыту добить 10 тысяч урона и самое сложное задание как я и говорил как я и предупреждал вас ваша любимая задача на победы нужно победить 10 раз еще и при этом получить 650 опыта не так уж и много но и 650 это не те кто на последних местах там побеждает этим ничего не засчитается мало того что победы в рандоме это грубо говоря повезет не повезет даже если ты хорошо играешь бывает такое что процент побед в какой-то день не очень и ты ничего с этим не сделаешь но в целом что я могу сказать что по 5-6 часов в день выполнять эти задачи на протяжении 10 дней до 19 августа это что-то как-то перебор и что мы за это все получаем каждый день резервность серебро немножко инструкции немножко резерву 150 тысяч серебра и якобы самое интересное 50 отмычек вот мы за 10 дней по 50 отмычек получаем 500 отмычек плюс еще немного отмычек мы можем формануть в режиме гоночки в общем отмычек насыпает якобы много но вот в чем прикол я там 40 или 50 отмычек из расхода давал использовал и мне выпал один или две коробки кажется одна то есть по сути этом десятками открывал и мне вообще ничего не выпадало ну то есть отмычки не открывали коробки вообще и по ощущениям что первые 50 отмычек там десяти процентов шанса вообще не было абсолютно невезение до 10 процентов это ну не прям уж дофига но я по сути просто израсходовал кучу отмычек за первый день и ничего с них по сути не получил это первое второе коробки в одной группе там в телеге и в руб вконтакте которая там анонсики всякие по картошечке сливает я так понимаю разработчики туда предоставляют информацию время от времени какую хотят чтобы они там показывали выложили новость скриншоте ки типа вот смотрите как много насыпает и отмычек там по 500 штук и туда и сюда из кучу всего там и танки я открыл больше 50 этих самых контейнеров я потратил там 20 с хвостиком тысяч золота я купил два раза по 24 и потом еще сверху 6 и отмычек я получил всего там пару штук пару раз по одной отмычки никаких там 500 или еще сколько-то не было вообще я получил один танк на гарантированной 50 коробки мне выпал конечно же мне выпал марс тот танк который у меня есть который мне не нужен вообще у меня есть про жетто а мне выпал марс копия но в стиле мне он нафиг не нужен я не получил шптк которого у меня нет который я хотел я не получил ни один ни второй новый танк и все я все золото потратил мне было 20 тысяч все его все потратил Вот на скриншоте там было видно 1000 золота у меня осталось. Все, больше нет. Я не говорю, что прожета плохой. Это хороший танк. Но есть проблема в том, что он у меня есть. Я на нем уже наигрался там 1000 боев. Зачем мне копия его? Это же просто максимально убого. И по ощущениям, то есть каждый день тратить по 6 часов на игру, чтобы выполнять эти ежедневные задачи, которые раз в день сбрасываются, которые ты выполняешь в рандоме, чтобы получить в основном эти 50 отмычек, в итоге за 10 дней ты получишь 500 отмычек, и с них мне ничего особо не выпадает пока что. Это я уже молчу о том, что те люди, которые больше часа дня на работе проводят, им вообще где брать 6 часов в день на выполнение задач? А если у них еще и со скиллом слабо, то там они за 6 часов я не знаю, что успеют сделать. И все это ради того, чтобы получить отмычки, которые ну как-то очень редко у меня лично открывают контейнеры. Очень сильно сомневаюсь, что мне 500 отмычек хватит, чтобы дойти до гаранта. И получить хотя бы что-то нужное мне лично на моем аккаунте, поскольку пока что я ничего не получил. А потратил уже 20 тысяч на копию танка. То есть мне в 2 раза дороже продали просто скин на танк. Просто копия. Это в 2 раза дороже, чем премтанк 8 уровня, который стоит реально 11 тысяч, а не 20. Плюс еще сам режим гоночки эти. Там тоже надо поиграть. Каждый день там тоже есть ежедневные задачи, 3 штуки. Что тоже занимает определенное время. То есть вот эти 4 часа я выполнял сначала ежедневные задачи в гонках. Потому что там тоже на некоторых уровнях дают отмычки и тоже награды есть. И там тоже есть каждый день 3 задачи. И в рандоме у нас еще 8 заданий тоже каждый день. Чтобы и то и то выполнять каждый день, нам нужно часов 5-6. И то не факт, что хватит. Это при моем скилле. Еще я играл на очень хорошем танке 9 уровня. Также я на тесте катался в лонке. И мне управление на тесте понравилось больше. Хотя сказали, что его улучшили. Но мне было ездить вообще некомфортно. Почему-то в некоторые моменты танк, после того, как я бросаю W. Танчик якобы должен терять скорость. Но он нихрена не теряет. Как фигачил на скорости, так и фигачит. На тесте я бросал газ. И спокойно въезжал аккуратно в повороты. Здесь я бросаю газ. И как летел в стену, так и лечу. Вот оно улучшение управляемости в режиме гонки. Я оценил реально класс. Плюс еще я умудрился застрять. Вылететь из трассы. Там прилипнуть к забору и висеть. И вообще полным-полным скриншотов. Как в этом режиме время от времени кто-то застряет. Очень сложно было сделать систему. Которая возвращает тебя на центр. Или хотя бы сделать кнопку, чтобы ты хотя бы через 10 секунд, или через 5, или хоть через сколько-то нибудь, при зажатой этой кнопке возвращался на центр трассы. Так, чтобы спамить этой кнопкой смысла не было. Но чтобы если ты реально застрял, ты мог вернуться. Или как-то автоматическую систему. Хоть что-то можно было бы сделать, но этого нет. Вот такой вот день рождения в мире танков, где можно за 20 тысяч золота просто получить копию и кататься в гоночках с улучшенным управлением, где просто колесная телега едет и несется куда-то сама, даже если ты не нажимаешь ехать вперед. И периодически застряешь. Пока что прям что-то как-то настроение праздничного ну ноль. К сожалению, мне не насыпало кучи отмыч каких-то. Мне особо ничего не выпадало. Мне к тому же декальки попадались, просто по КД одни и те же, там по три раза одна и та же. В основном мне падал опыт свободный, а также резервы на опыт. Просто одинаковая награда по КД выпадала. Иногда там какое-то серебро или еще какая-то фигня. Один раз выпал 2D стиль. Ну и в принципе все. Вообще ничего интересного особо. Не зря потратил 20 кассари золота. Реально класс. Теперь у меня есть Марс, на котором я в принципе-то играть даже не собираюсь. Поскольку на прожетто я уже наигрался. Зачем мне еще копия? Я без понятия. Вот такие у меня впечатления о дня рождения мира танков. Что-то ждал. Хоть чего-то интересного. Но по итогу получилась вот эта вот пресная жижа. Пишите свое мнение в комментариях. Как вам день рождения мира танков? Я видел там в комментариях. Некоторые писали на стриме, что что-то там им выпадало. По несколько танков. Но у меня вот так. Подкрученный стримерский аккаунт, где ни хера не падает. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.